К 1 сентября в Самаре отремонтировали учебный центр МПТТУ. Там проходит обучение, желающие стать водителями электрического транспорта. Для центра закупили мебель, новые компьютеры, оснащенные современными программами. Процесс обучения стал не только приятнее, но и эффективнее. Это было сделано в преддверии нового учебного года для того, чтобы пригласить как можно больше людей, которые хотят получить профессию водителей трамвая и троллейбуса. Учеба проходит в максимально комфортных, современных, адаптированных ко всем требованиям условиях. При этом на период, пока идет обучение, выплачиваются стипендии учащимся. То есть в этот момент им тоже оказывается за счет предприятия финансовая поддержка. Мы приглашали и вновь приглашаем всех желающих, кто хочет попробовать себя в профессии водителя. Приходите, от этого будет польза и транспортным предприятиям, и самому работнику, ну и всем жителям города, которым оказываются услуги по перевозке. Дмитрий Шевырев недавно сменил место жительства. С Дальнего Востока переехал в Самару, а заодно решил поменять профессию и, наконец, осуществить детскую мечту – стать водителем трамвая. Какая-то есть в этом своя романтика, что-то из детства, знаете, можно сказать, осуществляю детскую мечту. Привлекла стабильная, достойная заработная плата, плюс созданы все условия для обучения, современный учебный центр. Хочу сказать, что очень замечательное руководство, педагоги, инструкторы, которые всему научат, подскажут, помогут. Дмитрий уже изучил теорию, сдал экзамен в ГАИ, сейчас проходит практику. Его наставник – один из опытнейших сотрудников ТТУ Юрий Жуков. Юрий Александрович пришел на работу в трамвайно-троллейбусное управление в 1975 году с лесарем. Дослужился до начальника Северного трамвайного депо, а когда вышел на пенсию, остался в родных стенах преподавать. Дело нелегкое, конечно, но учитывая свой опыт, сколько я проработал в трамвайно-троллейбусном управлении, я думаю, что мы справляемся. Приходят разные люди с разной степенью подготовки, но вкладываем усилия. Начинаем с самых АЗОВ, даже со школьной программы приходится начинать. Трамвай – это электрический транспорт, тут требуются элементарные знания физики, скажем так. Поэтому учим. Обучить нужно не только водительскому мастерству, но и правилам безопасности, дорожного движения, культуре обслуживания пассажиров и АЗАМ законодательства. Бывшие студенты Юрия Александровича остаются работать на предприятии и побеждают в конкурсах профмастерства. В учебном центре МПТТУ не только обучают профессии водителя троллейбуса и трамвая, здесь также проходит повышение классности, сертификации и аттестации действующей сотрудники предприятия. Для тех, кто решил трудоустроиться водителем, предусмотрено бесплатное обучение с выплатой стипендии в размере МРОД. Им предоставляют комнату в общежитии, выплачивают подъемные 100 тысяч рублей. Если раньше по условиям контракта нужно было обязательно отработать три года на предприятии, то теперь этот срок сократили до 18 месяцев, при этом отпуск у водителей на неделю дольше стандартного – 35 дней. Недавно зарплата водителей была проиндексирована, сейчас средняя заработная плата водителя трамваи составляет 57 тысяч рублей. Сумма варьируется в зависимости от надбавок за выслугу лет и категорийности водителя. Те, кто только получил профессию, зарабатывают порядка 30 тысяч. Сумму можно увеличить за счет графика. Делается все для того, чтобы пришедший на работу человек, он и удобство, и комфорт ощущал на своем рабочем месте и чувствовал финансовую отдачу от этого. Совсем скоро в Самаре на линию выйдут 12 новых белорусских трамваев. Часть уже находится на территории депо. Остальные поступят в ближайшее время. Они оснащены кондиционерами как в кабине водителя, так и в салоне. Кроме того, в Самаре запустили программу восстановления старых трамваев. Речь идет о вагонах Татра Т-3, производства Чехословакии. Их возраст от 40 до 50 лет. У них снимается старый корпус, который сильно износился и морально устарел. Под этим вагоном есть тележка трамвайная. Это вот эта платформа с колесами, с осью, которая идет по рельсам. Она, в принципе, по своим физическим параметрам, габаритам, она может еще использоваться. На эту тележку ставится целиком новый корпус. Фактически получается новый вагон. Все, с чем пассажиры взаимодействуют, это элементы низкого пола, сиденья, поручни, системы оповещения. Это все абсолютно новое. Причем сделано из материалов, которые отвечают всем требованиям. В частности, безопасности, негорючести, комфортности и так далее. И вот этот новый вагон, он ставится на тележку. Первую партию из трех вагонов уже заказали. Они белорусского производства и прибудут в Самару до конца марта 2024 года. Ремонт будет производиться на базе ТТУ. Вагоны установят на тележке, обкатают, а затем интернизированные трамваи выйдут на линию. Это, с одной стороны, выгодно, потому что это дешевле, чем покупать новые трамваи. Ну и с другой стороны, мы таким образом, может быть, там выйдем когда-то. У нас само ТТУ таким производством будет заниматься, чтобы мы не где-то на стороне это закупали, а сами своими силами могли такие операции производить. Проблема высокого износа общественного транспорта актуальна для всех регионов России. Об этом говорили на заседании президиума Госсовета. Его провел президент Владимир Путин. Заседание было посвящено развитию общественного транспорта. В его работе приняли участие руководители ряда регионов и муниципалитетов, в том числе глава Самары, председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области Елена Лапушкина. Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозятся более 10 миллиардов человек, 3 миллиарда на метро и около миллиарда на пригородном железнодорожном транспорте. В последние десятилетия мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей, и популярность общественного транспорта, в основном в крупных городах, заметно снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется. Все больше людей предпочитают именно общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный. Активное участие в подготовке президиума Госсовета принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он выступил на семинаре совещаний, которое состоялось в Москве. Как подчеркнул губернатор, тема заседания президиума Госсовета очень актуальна. Она соответствует запросу жителей всех регионов страны. Вопрос общественных перевозок выходит на первые позиции, что подтверждается социологическими опросами, которые проходят в регионах. В ближайшие годы, основываясь на запросе граждан, необходимо акцентировать внимание на развитии инфраструктуры общественного транспорта. Как перспективный в городах рассматривается электрический рельсовый транспорт. Однако процесс износа этой инфраструктуры по регионам довольно высок. Согласно анализу, он составляет в среднем по России от 60 до 80%. Обновлению инфраструктуры общественного транспорта может способствовать программа «Мобильный город», которая позволяет привлекать частные инвестиции. В этом году, благодаря поддержке правительства Российской Федерации, специальному казначейскому кредиту Самарская область приобретает 309 новых автобусов, еще 108 автобусов, а также 12 трамваев, благодаря федеральному гранту за эффективное региональное управление. В Самаре комплексное обновление электрического транспорта требует инвестиций на сумму более 18 миллиардов рублей, при том, что 70% средств нужно потратить не на обновление самого транспорта, а на обновление инфраструктуры. Инициативы будут учтены на заседании Государственного совета Российской Федерации под председательством президента Владимира Путина. Редактор субтитров А.Семкин